Считаешь себя профессиональным геймером или крутым гиком? Тогда тебе сюда. Ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья. Как вы поняли, с вами МакГубер. Ну что ж, хочу поздравить вас с новым учебным годом. Школьники возвращаются в обитель зла в школу. А студенты возвращаются в универы, дабы стать людьми, если повезет. Ну, в общем и целом, все мы с вами геймеры. И, конечно же, вы понимаете, что этой осенью нас ждут куча хитовых релизов. Но обо всем по порядку. Во-первых, хочу сказать, что август для меня выдался очень-очень позитивным. И я действительно хорошо отдохнул. Сходил пару раз в клубы. Был на море. В общем, отдыхал и тому подобное. Познакомиться с интересными и позитивными людьми. Во-вторых, три моих друга приобрели себе игровые консоли. С чем я их и поздравляю. Два из них приобрели по PlayStation 4. Один среди них это знаменитый Dragicun. И один он приобрел Xbox 360. Ну, он такой незаядлый геймер. Ну, я думаю, что ему подходит, в принципе, если он там играет только в фифу. Проканает. В конце августа вышло дожить до рассвета. Кстати, я ее еще и не приобрел. Но в ближайшее время буду покупать. Потому что отзывы уже очень положительные. Ну, а в-третьих, давайте с вами перейдем уже непосредственно к обсуждению хитов, которые выйдут с сентября, грубо говоря, до конца этого года. Я заодно вам буду перечислять игры и заодно буду говорить, буду ли я приобретать коллекционное издание этой игры, либо не буду. Поехали. Итак, в сентябре нас ждет целых пять достойных игр. Начнем по порядку. Разумеется, 1 сентября это Metal Gear Solid The Phantom Pain и Безумный Макс. По Metal Gear могу сказать, что, возможно, мне дадут на обзор коллекционное издание один из магазинов. Но для себя я буду покупать Steelbook Edition, эксклюзив для немецкого Амазона. Что касается Безумного Макса, то, скорее всего, я приобрету Reaper Limited Edition. Далее нас с вами ждет Tiraway Unfolded. Это, можно сказать так, порт с PlayStation Vita. Я как раз сейчас эту игру прохожу на Vita. Но игра такая прикольная, достойная. После Tiraway у нас выходит Forza 6, ну это для обладателей Xbox One. И знаменитый Destiny. Destiny Taken King. Одно из самых крупных дополнений для этой игры. Ну, лично я в эту игру больше играть не буду, потому что, говорю честно, надоело. Октябрь у нас тоже сладкий. Что же нас ждет в октябре? В октябре, разумеется, трилогия Uncharted. Лимитка которой будет представлена, была представлена, в которую входит Steelbook, Artbook. Да, я ее буду приобретать, во всяком случае постараюсь приобрести. Далее, всеми известные, всеми уже надоевшие, Assassin's Creed Syndicate. Ну, что сказать. Коллекционное издание Big Ben Edition я заказал, предзаказал. Жду ответного письма. И Halo 5 Guardians. Эту коллекционное издание я давно купил. Точнее говоря, можно так сказать, обменял. Так как релиз Batmobile Edition не состоялся от игры Batman Arkham Knight. Нет, то эти деньги были переброшены на Halo 5 Guardians. Ноябрь. Ну, разумеется, если не ошибаюсь, то в ноябре нас ждет Big Boy Edition от Fallout 4. Я тоже так же предзаказал это коллекционное издание. Вот, жду письма для подтверждения. Нам покажут в ноябре также новый Need for Speed. Я думаю, что игра будет достойна. Во всяком случае, графон такой солидальный. Black Ops 3 серия Call of Duty. Скажу честно, холодильник у меня уже есть, так что спасибо. Коллекционное издание не буду брать. Rise of the Tomb Raider. Приключения Лары Крофт. Коллекционное издание выходит эксклюзивно для Xbox One. Пока что. Ну, я кинул в предзаказ. Посмотрим. Знаменитая Star Wars Battlefront. Пока что о коллекционном издании никто ничего не говорит. Вроде были какие-то фейки с масками Вейдера, штурмовика. Но, не знаю, подтвердилось, не подтвердилось. Ждем. И под конец месяца выходит Guitar Hero. Я люблю эту игру. Игра довольно классная для компании. И до сих пор иногда мы играем на Xbox 360 в эту игру. То есть, буду приобретать. Я, честно говоря, не помню, когда выходит Raduga 6. Но, то ли конец ноября, то ли начале декабря. В любом случае, я ее не буду покупать для консоли. Приобрету обычное издание для ПК. Так что добавляйте Steam. Или где там еще. Поиграем. Порубимся. Hitman. Hitman вроде выходит как 8 декабря. Коллекционное издание тоже пока что не было предоставлено. Но, недавно посмотрев 15-минутный геймплейный ролик, я себе сказал, что да, я хочу купить эту игру. Потому что Hitman Absolution мне уж очень понравился. Ну, как вы поняли, это не все те игры, что выходят в осенний и зимний период, а лишь те, что меня лично заинтересовали. Помимо этого, не забывайте, что еще будет приобретаться и делаться обзоры на разные коллекционные фигурки. Не только из серии DC. Я также хотел бы вам показать, как работает польская граница, пограничная служба. Я в одном из своих обзоров рассказывал, как они мне испоганили коллекционное издание Dead Island Reptite. И я вам покажу, что они из него сделали. Скажу честно, зрелище будет не для слабонервных. На этом пока новостей больше нет. Спасибо, что вы дождались моего возвращения. Скоро с вами, друзья, увидимся. До новой встречи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok